За четыре года количество преступлений, совершенных в общественных местах, выросло на 18%. Причем время, когда совершаются правонарушения, далеко не темное время суток, а наоборот дневное и вечернее. С увеличением количества отдыхающих возрастает и преступность, чаще в Центральном районе и Адлерском. Это грабежи, кражи, причинения тяжкого вреда здоровью. Идут на это чаще всего те, кто потерял доход и ранее судимые. Те, кому необходима адаптация после освобождения. В программе поддержки и социализации в целом нуждается 2500 человек. Половина из этих лиц осуждены судами к лишениям свободы. Поэтому, для примера, те, кто у нас был осужден до подготовки Олимпиады 2014 года, сейчас получили сроки от 4 до 5 лет и начинают, в принципе, освобождаться. И эту серьезную проблему необходимо решать депутатам и общественности. Те, кто однажды приступил закон, могут жить совсем другую жизнью, если освободившись, попадут в нормальную социальную среду, смогут трудоустроиться. К программе должны подключиться и городские предприятия. Другой вопрос касается уличного травматизма и смертности на дорогах в результате ДТП. В прошлом году зафиксировано 68 погибших. Причина основная, которая была вынесена, это и дорожная разметка, и дорожные знаки, состояние дорог. Поэтому мы и записали о том, что мы проведем дополнительное заседание трех комитетов по этому проекту, для того, чтобы принять те меры, которые бы позволили изменить эту ситуацию. Потому что это жизнь и безопасность наших жителей. Городским департаментом дорожного хозяйства проведено обследование территории около школ города. Как выяснилось, возле учебных заведений много машин, что категорически запрещено в рамках антитеррористической безопасности. В целом мы сейчас на комитетах будем смотреть, как обстоят дела по безопасности в микрорайонах наших школ. Потому что действительно много транспорта. Это и родители везут детей в школы, в детские сады. Но бывает, что могут там и другой транспорт, который может доставить неприятности. Поэтому контроль за этим необходим. Сегодня депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет города. Увеличена его доходная часть на 842 миллиона 710 тысяч рублей. Поступили средства из края на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в рамках внесенных изменений запланированы средства на строительство детского сада в Хосте и реконструкцию здания на Макаренко, которое будет передано гимназии номер 6. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова